Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим ограбить живот дарував. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим ограбить живот дарував. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим ограбить живот дарував. Благословен Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день, за воскресенье Твое Господи, что даришь Ты нам времени, памяти, всего, что нужно для того, чтобы мы пришли прославить Тима Твое Святое. Помоги многомилостям Господи, все, что Ты нам даровал, эти слова запомнить, и не просто запомнить, а исполнить их, как Ты сказал, что не слышащие, а исполняющие живы будут. Слава Тебе за все, Отец и да Святой Дух. Аминь. А где еще-то все? Только столько народу было, никого нету. Матфея, 23 глава, 8-12 стихи. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Христос, с большой буквы. Все живы братья и отцом себе, не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, с большой буквы, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, с большой буквы, Христос. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Такие понятные слова, казалось бы, но сейчас толкование блаженного феофилака. Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно желать этого названия, всеми способами стараться о приобретении его. У нас тут недавно учитель такой приезжал. Ибо учительское достоинство в особенном смысле принадлежит одному Богу. И словами отцом не называйте, не возбраняет почтение к родителям, ибо желает, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовных отцов. С маленькой буквы они. Но возводит нас этими словами к познанию истинного отца, с большой буквы, то есть Бога. Так как отец в собственном смысле есть Бог, а плотские родители не суть виновники бытия, а только содействователи и слуги Божии. Показывая пользу смирения, Господь говорит, что больший из вас должен быть слугою и последним между вами, ибо кто будет сам себя возвышать, считая себя чем-нибудь, тот будет оставлен Богом и смириться. Так, так, так. Вопросы есть? Простые стихи я хотел сказать. Вот почему сектанты мы говорим, это сектантское скудоумие. Они никак не могут понять. Не называйтесь никак учителями. Все, на этом конец. Дальше он не идет. А апостол, когда читаем, апостол, послание к Коринфянам первое, и послание к Коринфянам, говорит, иных поставил евангелистами, иных учителями. Значит, Христос, говорит, не называйтесь, а Павел, говорит, учителями поставил Бога. Да кто прав? Вот если по православному, то все одно другому содействует. Учитель единый Бог, а это учителя поставили передать учение Христово. Не разначальники, какой там Виссарион. Он как. Я сами не называю. А у вас отец Василий, отец Иван там. А Павел, говорит, я родил вас во Христе. А родил кто? Авраам родил Исаака. Исааку кто Авраам был? Отец. Так это в Новом Завете говорится. Павел говорит, я родил вас. А если он родил, то Павел для того, кем является, для Тимофея? Он Тимофея называет чадо мое. Батяй. Значит, отец. Как противоречить? Они даже вот это вот совместить уже никак не могут. Абсолютно. Вот затеяли, все поражены, что на земле будет тысячелетнее царство. Я разговаривал с яговистами, следители яговых, как они это делают. Яговисты говорят, это другое течение. Субботники это одно, а длительница седьмого дня это другое. Но я расспрашивал подробно, скажите, как вы понимаете? Ну как, потом мы это, ну там, вечности будут жениться, разделя, и новые планеты осваивать. Я говорю, а трамваи? Трамваи будут, но только греметь они так не будут. А машины? Машины будут только выхлопнуть, и газов не будет. Это на полном серьезе. А сколько будет жен? Ну, мормоны говорят, по четыре жены. Вот это мусульманское царство, там тоже четыре. Как у мусульман, что вот у нас, говорят, там будет песнопение вековечное, там радость во Христе. А у них не так. Каждую ночь ему там 20 девственниц будет давать. А почему-то девственницы в цене. И он с ними будет спать, они будут сразу же зарастать, восстанавливаться. И каждую ночь, то есть, вот такое у них царство. А царство небесное, понятие-то какое. И туда кто полезет? Это самые-самые люди, которые этим страдают. То есть, как будто бы царство для них маньяков сексуальных. Даже близко ничего к христианству нет. А как вы не признаете? Как признавать-то? Вся природа мунтует, этого не может быть. Вот если здесь хорошо быть одному, ибо все сердце для Бога принадлежит. И замужняя, как угодить мужу? Он говорит, замуж? Нет, она мужа-то не имеет. У нее защита Бог. И вот начинаешь, когда говорит, ну ты знал это, знал. А зачем же замуж шла? Зачем? Ну а как? Вроде это считается необходимость человека, иначе какой-то человек. И моя половина. То есть, он себя ополовинил, а другая половина еще где-то там у него, может быть, и не родилась. Вот половина. И все слова такие, ну мелкота мышления. Ну теперь умер. Мария Магдалина замуж не выходила. Она дошла до императора Тиверия. Теперь там с той вечности. А другая там блудела, ненасыта, там, говорится, кончина ее была. В чем застану, в том сужу. Разница есть. Вот так вот. Я сегодня еще не сказал, когда бывает где-то выбор какой-то. Самый сильный гонитель у христиан был Диоклетиан, император. Он вплотную к христианам, к эре христианства подвел. Четыре дикта и сдал. Первый, значит, запретить собрание где-то отнять. Ну как сейчас делают со свидетелями его. Второе. Священство поставить на учет и в одну ночь забрать. Третье. Третье то, чтобы мы нигде детей не учили. Ну как у баптиста. Было отделено это. Четвертый. Ничего не надо этому. Где ты не встретил христианину. Сейчас залетел один сюда. Подряд всех убивай. Теперь только разобрать. Что у ней дома было? Пополам. Имение государства, половина тебе. И у него, оказывается, был человек. Их, кажется, два брата. Которым император дал отпуслу. И они везде могли проповедовать о Христе без... Даже, я когда считал, это не верится. Ну представь, во время Сталина было бы так. А был такой? Был один. За все время при Ленине был только один человек, которому разрешалось выступать с Евангелем перед студентами, говорить о Христе. И сопровождающий музыкант ездил с ним. Кто это был? Марстенковский. Владимир Перемонович. А с чем это вызвано? А, он на крючке у них был, не был. Вот все так стандартно. Это отделенные баптисты. Так вот меня все выпустили. Значит, я у них сотрудник. Ну дальше уже на матрищик я выдавал, закладывал кого-то. И вот мы это считаем. Мы сразу видим. Без церкви никуда. И вот заходит на днях. Я в чатру летки-то. И он протестант. Я говорю, ну как, ну это мы вот так признаем, а это вот нет. Я не протестант, я просто так. Ну а как понимаешь? Начинай его испытывать. Я говорю, ну у тебя Библия-то есть? Есть, есть, конечно. Показывать Библию. Читать. А как ты узнал? Еще четыре Евангелия. Ну потому что четыре. Их было двадцать. Как двадцать? Двадцать было. Евангелия от Фомы нет. Евангелия от Василиска. Евангелия от Еврея. Евангелия от Иуды. Их нету нигде здесь. А это были кто? Апокрифы. Совершенно неприемлемые. Я говорю, это все в 85 правиле в апостольском закрепили еще прямо в апостольские времена. Ну а дальше там какой собор? Я говорю, только не уходи никуда дальше. Слушай, он вновь меня выключил, все. Потому что, так ты будь благодарен, это церковь сохранила. Это вас-то не было еще и в зачаточном состоянии. Вас не было. А кто перевел? А пользуется синодальным переводом. А кто перевел? Ну кто? Ну братья наши. Да вас еще и не было. В 1876 году. Четыре духовные академии. Ничего не знают. И кто это? И кто ты думаешь, это твой сын? С соснохой твоей приехали. Ну поверни, когда говорят-то, не спи. Вот как получилось. И я говорю, потеряю, мы беседуем. Я ему вопрос за вопросом даю, он ноль внимания. Я говорю, ну а почему же вы не хотите это узнать? Правда, она не может никак уничтожить то, что тебе есть-то. Думаешь, он принял, нет, он встал и ушел. Я тебе даю знания в чистом виде. Чтобы эти знания приобрести, я 56 лет учусь каждый день. Каждый день. Сейчас Даренко погиб, я о нем расскажу больше. И как я на него реагировал тогда. А почему он такой жестокий был? У него дед был, румын. А у румын, вот когда у венгров, у них осуществляющий человек, вот так вот, оперативный псевдоним, он так голову-то раз, развернул, а позвонок ломает здесь. Это их, это от них пришло. Так был Мефодий, который до епископа Максима в Омской области были. След за ним Максим Кроха, который нашего отца Акимарку полагал. А отец у него, а бабка была у него болгарка. Представь себе. Болгарка, как будто пила какая. Это все так написано о нем. И теперь христианин был никак увлекался чем южными странами, а еще доцизмом. Даже не буддизмом, а доцизмом. А теперь, теперь будут отпевать, конечно. Без этого никак нельзя. Надо брать и постучаться. Господи, это журналист, очень видно, на РТ занимался там. Он не боялся никого, бесстрашный был такой. Здоровый, смотришь на фотографию, вот так вот у него вид. А мне он в чем-то даже нравился. Он смело выступал. Как везде говорят, где-то там, вот это, община там, или там. Радиостанция. Он один был везде. Он один, и с них два секретаря, все. И он брал на себя то, что ни один не брал. Особенно здорово он выступил по Курску. Что вина и показал на руководителя. Вот так. А можно что-то из его биографии взять? Он ушел. Можно. Мы не сгибаемость. Его нельзя было покорить. Ни один человек не посмеет сказать, что он за взятку работал. Нигде, там прям в интернете пишут. На любого, можно сказать, на него нельзя. Он не глядел где-то. Я так понимаю, и все на этом. Я доказываю это, что именно так. Даже Лужкова тогда, он как начал мять, он вот подал. Что интересно. У Лужкова подрыв деловой репутации. А на него всего ничего сказали, что за рубежом у него там какой-то дом пятиэтажный или какой. Меня оскорбляет. Я выиграл процесс. У меня две тысячи. А тому могут вырежать два миллиона. А единица какая? Он мэр города. Да какая мэр города? Душа-то такая же страдает. Тебя защищали, а меня-то вообще. Это все время так. А вот перед Библией или у мусульман, у них разницы нет. Кто ты? Одинаково всем. Награбили, значит дели пополам. Кто-то в обозе был. А как это так? Это Давид установил. Я к примеру говорю. И теперь мы вот это смотрим. Считаем только так. Понимать так, как написано. Сектанты ничего не понимают. Я им задавал вопрос. Ты в Кропе ведь узнала хорошо. Я говорю, какое царство? Когда написано оставьте, расти вместе. Никаких тысячелетних царств нет. До жатвы, приятного пшеница. Ну да. Я говорю, а жатва что означает? Ну, явление Христа. А не явление написано. Жатва тела, кончина века. До кончины века вместе растут. Какая тысяча лет? Ну, я и говорю, церковь. Написано. Поле это мир. Мир. Ну, я и знаю, что это церковь. Это мы во дворе разговариваем. Я говорю, считай. Поле мир. Ну, мы так и говорим, что церковь. А то что? А то кто заклинил? Вот так. Поехали. Триластости. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Толкование. Вы, говорит Господь фарисеям, не только сами не веруете и ведете жизнь развратную, но и других учите не веровать мне. Я своей жизнью и примером и своей жизнью и примером развращаете народ. Ибо народ привык подражать властям, особенно если видит в них наклонность ко злу. Посему всякий дурной учитель и начальник приобретает в себе горе, препятствуя своей жизнью другим преуспевать в добре. Ничего себе философия. Я говорю, наклонность к козлу. Так вот, козлы-то будут слева стоять. Я говорю, какой козел? Где взял? Ну, наклонность к козлу, к козлу наклоняются и с ним. Да нет, конечно. У нас одна была девушка потеряете. Вот к ней как их прорвало, женихи. Один за другим сватаются где-то. Ну, она опять кого-то несет, говорит, кого-то опять несет. Стучит и так настойчиво, она открывает козел. Стоит и рогами бьет дверь. Ну, тебя не хватало, говорит, тут еще. Козлу. Одному жениху отказал, второму, третий идет. Кажется, четыре жениха и опять стучится. Я свидетель видел. А матушкин козел добился. Добился. На дыбу поняли. Иди, козел. Сейчас все вот эти, которые к козлу, они все в семинариях почти учатся. как один. Стучатся рогами в Царство Небесное. Да. А там открывают дверь, и вот тебе эти мешки опять, говорит. Апостол Петр пришел в видение под папе-то и льву. И говорит, вы что сюда отправляете мешки, бурдюки, говорит, эти, сушеные, сушеные, говорит. сушеные бурдюки, а не люди. Когда отпевали таких, а на небе Евгения было, что вы присутаете, мешки, говорит, совершенно пустые. И нет, печати-то даже нет на них, то есть некрещеные. А люди в первое время с чем их гуляют, и с чем их поражают. Это прямо видение было. Духовный лук у нас в материалах есть. Да. Ну и еще тут вот предыдущим не сказали, о слугах народных, о министрах этих самых. А вот тебя бы выбрали, если президентом. Пошел бы. Как нечего делать. Я сейчас смотрю, президент, милее и милее твоя неделя. Как нечего делать. Я бы даже еще выбирал, что сказать. Не стал бы все подряд. Ну пойдешь, нет? Пойду. Только не пойду, а похромаю. Что интересно, в Испании, в Испании, у них, когда монарха избирали, человек должен закончить четыре высших учебных заведения. И одна из них военная академия. Ну и все понимали, как трудно, доступно. Ну и когда умер Франко, ну и конкурс какой-то объявляет. Я не знаю, полмиллиона или 440 тысяч, кажется, позвонило. Все считают, а что особенного? Я готов, я готов. Когда Брежнев умер один. Вам случайно там на первой генеральной секретаре не надо? Еще мужик-дурак. Да, дурак, у меня справка есть. Ох, я бы напрезидентствовал. Сразу бы парад А какой первый указ дал бы? Отменить все парады военные. Военные. Первое дело, все военные парады отменить и все праздники расставить на свои места. Хватит лицемерить. Труд май начинается, победа, победа. Всем всю правду рассказать и показать, как живут побежденные и как мы живем. Архивы секретно открыть. Всего? Военные архивы под секретом все еще. Все открыть, как началась война. Я сейчас на сей день. И сразу государства ни того, ни другого нет. И сразу доказать, что Гитлеру деваться было некуда, бедняги. Некуда, все. И еще непонятно, что бы было там с евреями, если бы Сталин не устроил эту головомойку кровавую. А то он не знает, куда девать эту историю. Сегодня у меня ролик один появился, я его себе скачал. Вохеншав. Вохенбелбахтан. То есть недельное осмотрение, недельное обозрение у Гитлера на фронтах как было первые два месяца. Это чего-то стоит. Да. Документально. И у него сразу было, сейчас я не могу сказать сколько-то, ну, наверное, ну, полтыщи было. этих корреспондентов, которые в разных частях, в разных направлениях все снимали где-то. У советских и то было около двухсот, кажется, корреспондентов. И вот эти корреспонденты все снимали. И все показывают, как идут пленные. Ужас один. И вот такой-то город, такой-то район, там-то Псков, вот тот-то, тот-то. Все это сразу сначала по-русски, а потом показывают карты, как они отмечают немцы. И съемка идет. И которая, если бывает такой, не русский, или может и такая, вот, вот, смотри, недочеловеки. Унтермэншин. И сравни с нашими, как проще. И вот идут. И я думаю, где вы были? Раньше. Вот здесь вот памятник, я на нем был. Прощание называется. Около старого базара, жертвам политических. Жертвам политических. Меня там интервью брали. Он-то стоит связанный, руки на заде, вот так вот, и сынишка его обнял. А он-то где? Ему лет 35 есть. Где ты был до этого? Вот это никак не хотят. Я смотрю, толпа идет, гонца крайне видать. 4,5 миллиона пленных. Это вообразить даже нельзя. Но, видимо, Советский Союз поставил любым путем 4,5 миллиона из Германии привезти сюда. И после войны эшелона за эшелоном игнали это население. Показывают. Что на той цифре зависит. Это вообще. И отдали на откуп там этот развратничек, как вели себя русские. Там очевидец этого рассказывает. Насилие было. В одном Берлине больше 100 тысяч женщин из насилована только было. Больше 100 тысяч. Об этом никто не говорит. Но сейчас заговорили. А еще и англичане лучше были показывать. Но такого не было. Не было. На отку поддали. В армии Суворов было такое. Ни одного случая. Когда у него случилось пили в Ермак. Его мужика в мешок завязали. Внизу там эти кирпичи наложили гальку. На половину озера и туда. Перед всем народом. И все поняли. Это случай такой. И вот когда на это смотришь, как идут они такие. Где ты был? Комсомольцы. Как правило комсомольцы. Брали его. Врачи осматривали. Годин. Годин. Куда Годин? Годин для немецкого плена. Вот если бы кто-то подошел и сказал, убили бы. Это Годин, Годин. Ну маленько прошло только. И вот этот Резун Суворов Викторович он там все рассказывает. По порядку. И сидят там рядом генералы и тот другой. Никто слова не говорит. подтягивали войска, чтобы внезапно пойти на две недели раньше Гитлер пошел. Они даже на то пошли, что Сталина признали немножко слабоумненьким. Ну маршалы все были недоноские. Даже на это пошли, что у нас техника была самая отвратительная. Танки бензиновые. Бензиновые. Я уже взрослый был. Я знал, у нас были бензиновые танки. Все с точностью наоборот. У нас были только дизельные танки. У немцев бензиновые были до 70-х годов танки. До 70-х. Во время войны у них не было дизельных танков. Дизеля не было. Дизеля, вы понимаете. Для вас это ничего для женщин не значит. Для меня это волосы дыбом. Я же с техникой работаю. Солярка, она не горит. А бензин вспыхивает как спичка. И всегда говорили, наши танки вспыхали как спичка, потому что БТ все были на бензине. Все на бензине. Оказывается, там стоял 350 дизель лошадей. Вранье на вранье. Даже на это пошли они. А за это садили. Если ты превозносишь немецкую технику, сразу садили. Ну да, это... А генералы, маршалы сами пошли на то, чтобы написать. У нас была устаревшая техника, у нас была вся устаревшая. У нас было 24 тысячи танков, но все устаревшие. Какая была самая большая статья политическая? 58? Да. Такой пункт там 5, 10, 14 пунктов. Ну там пункт, Восхваление иностранной техники. Мужик приехал с армии и говорит, а у них студебекеры помогали нам. Говорит, они сильнее наша машина. Она не бухсует. Доложили, 10 лет. А она правда сильнее? Ну женщина шьет там платье какое-то, примеряет, ну и не видит, куда иголку там нацеплять надо, чтобы это замерзли. И она иголку воткнула в газету, а там Михояну и прямо в глаз. А это была такая, доказали, 10 лет. Газетку. Газетка, которую никто не знал. То есть, вообще... Но за этим дальше надо смотреть, а что там у этой женщины было. Я вот еще хочу сказать. Где вы эти 4,5 миллиона были? Чем занимались? Как вы приветствовали раскулачивание? Как вы ломали храмы? Что с вами было? Какие спектакли ставили? Против Бога. А теперь пошли. И идут все бегут, руки поднимают, заглядываются. Да ты руку не хотел поднимать? Когда говорили, кого раскулачивать? Все руки поднимали. Тут две руки поднял, бежит и правда немцы как идут. И один ранен, они его под руку берут, ведут. Это все съемки тогдашние оттуда идут. Я сегодня смотрел, ой-ой-ой, ужас один. Просто Вязьми, кажется, заканчивают. Но под Вязьмой 600 тысяч было пленено. Представь, какие цифры-то какие. А в Киеве? В Киеве 680. А в Минске? Под Минском? Ну, там поменьше было немного. Понятно? Это сразу? 300. Окружили, а он что знает? В Пинске болото. По сегодняшний день еще раскапывают, раскапывают. Похоронить достойно невозможно. 250 тысяч власов, когда сдался, ну, сдался. Да и какой сдался он? Там никакой. Это, кажется, фильме такой, помнишь, там играл, даже Пеле играет, футболист, пленные как играют, учатся играть. Там Пеле играет и этот. Как он переворачивается в воздухе и бьет такой и точно попадает туда. Так это они играли в плену. Ну да. В плену. А советские еще в это время, почему? Они не подписали конвенцию. О которой немцы были в Англии с ними точно так же обращались, комиссии ездили, проверяли. Условия войны. Сталин сказал, кто у нас в плен попал, все же предатели. Там отсидел 10 лет, вернулся на 10 лет, пошел в свои лагеря. Все до одного. Этого не было в мировой практике. Если пленный был, ему и награды, и забота, и, ну считай, кавказский пленник. Игнать Ильич, это ладно еще, ты военный, ты человек, там и так далее. Там у тебя оружие было, там ты должен застрелиться. Но мирное это население, при чем здесь садить? Сами не вывозили мирное население. Чтоб паники не было. Оставляли целые города. В Киеве заградотряды стояли, чтоб мирное население не выходило. И что все люди попали в плен после, как победили. Каждого допрашивают. Ты был в плену на оккупированной территории? Был. Почему ты не застрелился? Так я мирный человек, я что? А почему не убежал? Так а заградотряды ваши были? Вы же сами отступили быстро так. Я тут при чем? Лагерь тебя. 10 лет. Это что за руководители такие? Ну вот Господь так сделал, потому что виновным были в другом. В другом, да. И Господь так сделал, все ожесточение, потеряли рассудка, своих уничтожает. Сколько в России осталось? А в Америке сейчас передают, а у нее меньше было, чем в Советском Союзе. Сейчас 350 уже миллионов. Двери всем открыты. Все едут туда. Ну возьмите, Акуловы ребята, звонят оттуда мне. Часто разговариваем. Так это, Игнатий Иванович, еще вот то, что правда была на стороне Гитлера, то в чем он еще? Они как защищались? Сталинград взять? 300, ну 270 тысяч окружили немцев. Сдалось-то только 90 тысяч. 90. До Киту они все изможденные были. Остальные-то почти 200 тысяч погибло. Они бились до конца. Почему? Потому что они знали, правда на нашей стороне. Мы заходили, видели своими глазами, какую армаду вы хотели запустить на нас. Правильно? Ну, я имею ввиду, она правда такая вся сатанинская, но с нашей-то стороны что теперь это, врать-то зачем? Ну сказать всю правду. Нет, не скажут. И церковь на стороне этих Иуд. Я все время хочу посмотреть туда. Вот немцы пришли, идут, веселые такие, а этих плен ведут. Какое веселье, в плен идут ваши ровесники. Идут, смеются, они не знают, идут на смерть. На смерть. Сейчас-то бой заканчивался тем, что у них никого не оставалось у немцев. Курскую дугу можно было обойти? Конечно, можно. Знали, что готовятся тут пятикратные, кажется, преграды ставят. Все равно, ну, две прорвали, даже не прорвали. 12 линии обороны. А теперь-то, почему, а почему, если ждал Лукат? Потому что в это время выставили с Сицилией, и надо было танки срочно перебрасывать туда. И все это было зря. Пришли на чужую территорию. А тут подряд, лишь бы только убить. Это все у Бога вымерено. Какие вы там были? А свидетели Его вот не пошли воевать. В это время сидели в тюрьмах, вернулись живые. Баптисты, адвентисты, все воевали. Как одна сидит там, а ты кто такой? Он говорит, что-то я вижу, что ты пожилой. Ну, пожилой, призвали меня, это, почт штурмы. А ты верующий? Я верующий. Этот, адвентист седьмого дня. Так и я адвентист седьмого дня. Как же ты с винтовку-то взял? А я стрелять не буду, я все равно хоть и сказал. Нет. Не будешь стрелять? Он говорит, нет, конечно, я же верующий. Ну, тогда я сегодня убегаю. Я тебя пристрелю туда. Да ты же стрелять не можешь. Ну, а что я с тобой должен делать, иначе меня расстреляют. А я все равно убегу, все равно застрелю. И вся вера кончилась. Он бы сказал, так возьми меня с собой, аннушка, я с тобой побегу. В винтовку возьмем, дорогой там оленя подстрелим, поедим, зажжемся смерти Гитлера Сталина и придем с внуками. С Анфисой разговаривали, ну, и я тоже объяснял про это, и говорю, ну, как взять, например, твоего брата? Вот скажи, твой брат, твой брат, он бы, если война началась, стрелял бы или не стрелял бы? Скажи. Она, ну, не знаю. А я говорю тебе сразу, он бы стрелял. А почему? Я говорю, потому что он на бороде сломался уже. А там дальше просто, не просто будут крутить, а по-настоящему будут разговаривать. И тебе придется взять и стрелять. Проверка-то легкая. В малом не верен, во многом не будешь верен, это понятно уже. Ты поворачивай. Никто тебе не доверит этого, ничего. Ну, пошли дальше. Сейчас мы, нам показывают, что вы еще там, так это, у вас занятия идут. А вот занятия, показывает Олега Стеняева. У нас живее, мы конкретно к жизни подходим. А он там говорит, рассмеялись, и дальше-то нету ничего. У нас не посмеешься, да? Ну, можно, конечно. Там пошли. С такой слезой. Да как, какой смех-то у нас, какая история-то нашей страны, да и других стран. В других-то получше еще. У нас тут... Видели фильм «12» Михалкова? Да. Видел? Там один выступил какой-то, мусульманин-то. У вас все ха-ха-ха, ха-ха-ха, цунами, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Сгорело там, взорвали подъезды там, ха-ха-ха. Хватит. Потом детский сад будете устраивать. Понятно, говорит? Вы всю жизнь-то воспринимаете ха-ха-ха. Это очень метко. Потому что ни сострадания нет никакого. Я не знаю, для чего это иногда показывают. Может быть, у них настроить против немцев. Но я когда гляжу, все равно же люди. Вот это ИГИЛ сейчас воевали. Отсюда они пошли. Ну, по глупости, по дурости. Это тоже человек. Он навсегда уходит из жизни. Как можно радоваться? Вот Премудрая Соломона говорит, не радуйся смерти врага. Ибо Господь убедит, и не угодно Богу. Он разрушит твои дела. Так он такой молодый, они не знать ничего не знают. Пошли туда воевать. На заработки. А какие это заработки? Это смерть. И вот на суд Божий предстанем мы. А кто вы такие? Мы православные. А кто на Ледовом побоище-то был? Святой. А кто Александр Невский? Так Александр Невский святой. А когда он стал святым? А вы еще не признаете? Ну я спросил, мой вопрос первый. Ну когда? Я Александра в упор не вижу. Я знаю Алексея. Когда он принял монашество, схему. Вот этого я знаю. А князь Владимир, все Владимиры, в честь назван это, язычниками, Владимира нет. Он там еще не пришел домой под Корсунь, уже принял крещение с именем Василий. Василий? Вот Василий Шукшин, заметьте, патриарх Алексеев II был, открывали памятник-то. А памятник во имя Владимира. А потому что Владимир и Василий это один и тот же. Ну все, посмотришь, Рудцовск, зона, лагерь. Лагерь в честь святого Виктора. Так редко. Я говорю, а почему Виктор? Начальник лагеря Виктор. Вот здесь поставили Александра Войтовича, это Александровский храм. Его нету. А все думают, он в честь себя ставил-то. Это его доходная точка. Мне сегодня одна сестра рассказывала случай. У нее внук родился, звать Игнатий. И как он даже маленький икону поцеловал, мне так запало, я за него молиться буду теперь. Слава тебе Господи. Игнатий появился, да? А? Игнатий появился. Ну это редкое имя-то, да. Они ко мне никакого отношения не имеют, они про меня и знать не знают. Какие-то родственники ваши? А? Родственники? Нет. Не родственники, просто мне рассказали. А, рассказали где-то? Рассказали там одного, как бы близкий человек у них там, и ребенка назвали Игнатием. А наш человек пошел, там икону показали, а он так его поцеловал даже. Маханьки ребенок. Может быть, знак какой-то. Давай. 14 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, за то примите тем большее осуждение. Толкование. Господь называет фарисеев лицемерами за то, что они дают благочестивые обещания и ни одного не исполняют достойным образом. Но лицемерно совершая молитвы, продолжительно съедают имущество вдовицы. Они в самом деле были обманщики, которые издевались над простыми людьми и обирали их. Под видом доброго дела молитвы делают зло, то есть съедают имущество вдовицы. Ибо тот, кто под видом добра делает зло, достоин большего осуждения. У нас сейчас это слухлошь и рядом. Под видом добра. На 9 мая священники идут, цветы там и так далее, под ножью. До чего дошло? Строят этот храм сейчас, знаете, да, троицы там. В Москве. Огромный храм. Посвященный, ну, отечественной войне. Пожертвования весь народ собирают. И что объявили сейчас? Что война была, не просто была там война коммунистов там с нацистами, а была война религий. Ну, православные же мы были. Мы православные были, понимаете, оказывается. Ну, как это? Кто бы это ожидал-то? Ну, что врать-то уже? Ну, какое православие? Стреляли за все подряд. А сейчас фильмы показывают штрафбат. И там священник. Ему пулемет дали. И вот он с пулеметом строчит немцев. И потом все сидят. Он говорит, а что у вас там политзанятия? А Гар говорит, батюшка политзанятия. А он, отче наши же на небесе. И все такие тихенькие сидят. И что-то там думают. Музыка такая. Ну, это не просто фантастика или фантасмагория. Это новый какой-то этот пришел. Хаббл этот, который придумывает это все. Гаррисон какой-нибудь. Это как такое можно было выдумать-то? Ну, ладно, священник стреляет еще. Это могло быть. Ну, чтобы он читал солдатам, отче наш. И там политработнику объясняли. Да, сейчас почитает, и ничего страшного. Нормально. Солдатам нравится. А, ну, расправится, пускай читает. Пускай помолятся еще вместе. Пускай Ветхий Завет почитают еще. Занятия проведут. Игнатих вывезут туда на самолете. Вот как про Золотухина вы сказали. Что ж ты врешь-то так? Ну, несусветно-то, не надо врать. А это все съедает. Вот молодежь, она все съест. Это проглотит, а потом будешь им истину говорить. Да мы без тебя знаем всю правду. Сейчас вышел видеоролик, я могу скинуть. Ну, тебе кому-то не давать-то. Вот. О вреде табакокурения. У меня написано статья. Но статья это статья. А это показывает конкретно. Шахматы в гости. И как они сделали, когда такой фильтр сделали. А фильтр еще более ядовитый, говорит. Все это обман. Обман, обман, обман везде. И показывает, сколько людей умирает там. В России там 400 тысяч от табака. В Америке задыхаются. И когда курят, а рядом стоит, в коляске ребенок сидит. И дым на него идет. И сколько там процентов. И все отравляется. Называется пассивный курильщик. Все абсолютно. Доходы их. И кто это делает. И как они пропускают. Говорят, а вреде курение. Но сейчас дело такие. Это реклама. И выступают русские там доктора эти. А вреде курение. Табакокурение. Я скажу, да, так. Вот я бы был президентом. Первый бы сделал указ. Все до одного. Срубить. Лежащих полицейцев. Как называют? Первым указом, что ли? А? Прям первым указом? Да. Другим заняться нечем будет? Первому брать, а потом проезжать, чтобы я мог проехать дальше. Да, когда вы будете ехать президентом, ни одного не будет. Лежащего полицейского по вашей дороге. Вы что-то переживаете за себя. Я прикажу срубить. Что-то мелко. А дальше? Ну, дальше искать место, где спрятаться. Сказать всем свободу. Свобода верит. Вернусь к тем годам. Вернусь к 90-м годам для Ротти. Полная свобода. Вот так. Мне говорят, что хотели бы вы выиграть много денег у нас. Я их сразу в черный список. Даже ни рубля не охота. Если заработал, дело другое. Сэкономил. Это. Бог не засчитывает. Хотя два брата были. Они расходились. Он на прощание взял и глянулся на брата. Глядит брат как-то недалеко уже. В дымке так. Потом как? Прыгнул и побежал бегом. Интересно. Сейчас шел. Остановился. Прыгнул. Поставил, поставил. А пошли куда сами не знаю. Только в разные стороны. И он нашел там, где он. Он посмотрит. А там золото рассыпанное. Он посмотрел. Чисто. Чего же он прыгнул от него. Да что такая нужна в народе. Давай все таскать. И к вечеру все таскал и спрятал. Нанял о хороших экономах. Сразу построил большой приют для детей беспризорных. Учителей. Там землю давай восстанавливай. Там какую-то потеряевку вначале. У него все на все есть. И старости купить там комбайн есть. А где вы там прыгнули? Коснулось время возвращаться. Они там на пять лет. И он возвратился. А до этого, когда они молились, ангел являлся. Он молился. А ангела нету больше. Почему ангела нету? Тоже не знаю. Брат где не знаю. И тогда ему открыто было. Вот и что сделал? Эти годы я посвятил к тому. Вот видишь, край цветущий. Все здесь есть. Отдельно для престарелых. Уход хороший создал. Учителям зарплату повысил. Врачам. Вот говорит, все то, что ты сделал. Теперь смотри, что из этого. Народ беспечный стал. То другое. А брат, он прыгнул. Один его прыжок стоит больше, чем у тебя вот это. Что ты делал. Он спрашивает, когда брат пришел, ангел являлся. Он говорит, только он никогда не покидал. А у меня отошел ангел. Говорит, вот пять лет и нету. Ну вот и все. Может быть за этим еще что-то. Но смысл очень понятен. Бог ценит труды и доверие к Богу. Ты не думаешь, что у тебя все будет так хорошо. Я вот детям хотел сказать. А они, я гляжу, вперед не глядят. Ладно, ты затеяла, то-то, то-то сделаешь. Но без Бога-то будет не так, как ты думаешь. И Бог сделает так. Самый близкий тебе человек, он против тебя пойдет. Он тебя будет давить. Тебе деваться будет некуда. Родителям своими послушаниями вы раньше времени в могилу свели. Маленько гляньте. Куда вы идете? А мне это безразлично. Молиться неохота. Поститься неохота. В храм пойти неохота. Слово Божие читать неохота. Еще дальше-то. За этим следующее придет. Полное отвращение. Ну и только там, есть же рулетка-то. Я буду искать женихов. Как эта девчонка одна стоит. Сразу размеры. Стоит вот так вот. Полностью. Ну видно, что она молодая. И в груди выстояла и стоит. А что ж ты стоишь-то так голо? Разве можно так? Бабушка меня моя благословила, чтобы я так... Бабушка. Говорит, покажи мне эту бабку-то. Я, может, достану ее через экран-то. Тряхну маленько. Ну минутку одну побуду неверующим. Да ты что ж, неужели бабка... Да закройся сейчас же. Лежу, она потянула. Закрывается помаленьку. Вас не учили этому. Вы увидите такое. Тебе деваться некуда будет. Ребенок на руках. Ты за него будешь цепляться. А он, ты знаешь, каждый день он бродит, где попало. Он тебя заразит венерической болезнью. Все. Это все идет в миллионах экземплярах везде. Чего ты так не подумаешь-то? Да лучше никогда не выходить замуж. Нет, обязательно выйти замуж. Ну, как Горький говорит. Каждая 11-летняя девочка только в одном думает. Как выйти замуж? Да для вас-то нету женихов никаких. Даже такая, как ты сейчас. Даже на твоем уровне нет таких. А он должен быть на ступени выше. Он должен тебя влечь. Он должен руководить тобой и семьей. А он будет такой, алкаш придет и прям при жене приводит в дом. А четверо детей. Четверо. Я сказала только. Я говорю, Миша, мы же разве так замолкнем? А жена его подзуживает. Я недавно один такой фильм смотрел, как документальный. Если из зоны бежали-то. И она села и взяла вину всю на себя. А не вон там где-то бухгалтерия сильно. Вот. Проштрафился-то. И вдруг получает письмо так. Маруся, я тут женился. Мы с тобой больше друг друга не замуж. Как? А лучшая подруга вышла замуж. Показано, как она все рвет, мечет. С собой решила похожесть. А чего это даст? И она решила любыми путями вырваться из лагеря и прийти. И пришла туда. И дальше она начала делать. Что как надо. Узнала, смотрела, во сколько он приходит, уходит. И потом дверь открывает. А она там, которая копается. Миша, сейчас, сейчас. Веселые цветы. И вдруг перед ней это стоит. А она, у них же я нашла пистолет. Она мне направила. Она завизжала, она тоже пристрелила. Вышла и сразу позвонила. Милиция, в этом доме встречена какая-то стрельба. Там муж изменял, а жена узнала. И то другое. И вот сразу же, она обоих сразу засадила. И мужа, и его любовница. И показывает, принимает монашеский послуг. Пошла. Молодец. Ну, эти истории, истории из практической жизни. А как это? Надо Богу молиться. Я к вам обращаюсь. Вот эти сидят. Маленькие. Да, они ничего не слышали. Это их касается. Общение там нет. Нигде не заводите никакого знакомства. Тебя сегодня запретают. А застаньте котишки, он тебя в забор будет бить. Они и все. Они не понимают. И им, как говорится, по барабану все. А барабан вот здесь. Показывает картинку. Один фотографирует. Овечки две стоят. И она подошла, овечку целует. Овечка ее целует. Никто меня не любит. Это у нас. Потеряю. Я один парень был. Пять лет. Плачет. Меня никто тут не любит. Я говорю, как не любит? А карай? А карай щенок один. Он подошел. Карай, ты меня любишь? Как карай? Это я его назвал. Карай это значит воинственный. Его нам знакомый привез из мешка, вытащил. Карай, ты меня любишь? Вот и весь сказ. А меня никто не любит. Были так. Родители приехали за девочкой забирать. Она спряталась. Не могут найти. Я потом спросил, а что? А меня никто дома не любит. Родители. Это тоже не годится. Никто не любит. Вы Бога ищите. Богу доверяйся. А Бог скажет и родителей люби. Цель будешь вызвать выйти замуж. Да какая же это цель? Это ермо, яма. При сегодняшнем положении, какие мужики так, я не знаю, ты вообще аховая девка-то. Ты хоть маленько, ты гляди, какие вокруг тебя. Не кажи так, чтобы верующий тебя взял. Да и тебя счет будет брать, когда ты никакая. А чтобы он почувствовал, что да, это мать. Это не шагу. У него будет сто процентов уверенность, что никуда ты не пойдешь. Никогда не потеряешься. Не меньше. А вы могли бы найти. Не знаю, короче, я не знаю, надо ли искать. Вот у нас тут один приезжал, на наших девушек смотрел и уехал. Уехал и в прошлом, кажется, году женился. Я смотрю, и все заснято, как вещание идет. Он старообрядец, и как у старообрядцев есть. А откуда? Ну вот одна тут такая была, и все, дети не верят. А у нее три дочери, кажется, или четыре. И она поняла, что ей замуж их не выдать. И она, говорит, прилипла к ним, к этим, к старообрядцам-то. А девчонки-то хорошие. Ну и здесь она вышла. На нее сразу этот юноша положил глаз. Он хороший, простой такой. А вы как думаете, будет жить, если она не будет командовать? Я его знаю. Он очень хороший. Простой-простой, искренний, трудяга. И ее видно, что она простенькая такая. У меня снимки есть, можно все посмотреть. Вот это ищи. Для Бога. Если это от Бога. У нас девчонка она потеряет. А я замуж никогда не пойду. Ну это молодец ты, конечно. Да подожди, хоть тебе лет 15 исполнится. А сейчас гляжу, уже она. Куда-то глаз косить. Мало того, если у кого-то появляется какое-то где-то чуть-чуть, уже и сбоку глядят, уже и завидуют. Еще ничего не знаешь. Ничего. Ты только молись Богу. Если тебе угодно, то так. Вот такая была святая Миланья, римлянка. Миланья означает чернявая. Она упрашивала его. И говорит, давай жить так, как. Другу же не знать. Помогай друг другу. Нет, говорит. А он сенатор какой-то. Сенатор это губернатор. И пришло время родить. Она родить не может. День. Второй наступает. Она уже все, голову повесила. И он подошел. Прости меня, Миланья. Прости. Она говорит, дай обещание Богу, что ко мне больше ты пальцем не прикоснешься. И Господь может меня оставить. Даю. Только останусь и живой. Я на старую раздрелась. Сразу все спазмы спали. Двери открылись. И все. Может быть мальчик только родился, только руку показал и закричал. Ура, ура, ура. Душа спасена. И он больше выдержал все это. И она святая. Про него не сказано как. Но он тоже правильник. Видно, хороша была. И трудно было. Особенно и Влалия. Мне же их ей не понравилось. Вижу на обмане. Она была ревностная такая. А он за ней. Она говорит, как губернатором станешь и генералом. И он все приложил. И дядя у него знакомый. И ему помогли. И он стал генералом. Когда все встал, все данные выделил. Депутат Верховной Рады. Все пришел. Все, Настенька, собирайся. Как собирайся? Так а ты христианином стал христианином? Про это и разговоры не было. Он язычник. Я солнце, луну чту. И меня жрец отмещает, что я искренне верующий. Пока христианином не станешь. Ну и все. Пошел, выдал ее. Ее казнили. Я говорю, считаю, что это неправильно. Она должна была там условия первое поставить. Будешь христианином. Не надо губернатора, ничего нету. И ее церковь расслабляет. Женский день женщины. Знаете, вот это было. Как везде. Кого? Ну, Жон Мироносец. Нет. У православных не Жон Мироносец, а Петра и Феврония. Это считается не то, что 8 марта. А я говорю, ты биография, это Феврония, знаешь? Ну, святая. А чем она святая? Покажи. Ну, так написано. Ну, еще написано-то, посчитай. А Петр святой. А кем он был? Не знаю. Это был князь. А она была холопка. Простая. И он с каким-то змеем дрался. Не знаю, что за дракон. Он рубил и кровь брызгнула. И у него все, как кровь брызгнула, и все тело, он прожег крови своей. Язвы. Никто не лечит. А Феврония взялась. И она вылечила, но одну язвочку не залечила. Спросила, ты на мне женишься? Такая вольтюрная была деваха. Женишься на мне. Он говорит, как я? Православная. Я тебе, если женюсь на тебе, то ты княжной не будешь. А я сразу сделаю с холопом. А если любишь, пойдешь. Ну, что я пойду-то? У меня таким трудом наше княжеское сословие уже. Какое поколение. Ну, иди. Он пошел. Короткое время опять язвы пошло от этого. Никто не лечит. Только Февронии. И вот эта Феврония Настенька, она его теперь. Теперь выйди, женишься на меня. Женюсь. И она его сразу вылечила. Я тогда стал изводить сюда. Севастьяна, юристу нашему. Скажи, вот если кто-то пришел жениться, лечиться, а она ставит такое условие, лечить буду, это считается уголовная статья? Конечно. Конечно. Это, конечно, уголовная статья. Значит, она уголовница. По закону, да, действительно так. Это ее, она должна. Не так, что на мне жениться, я тебе операцию делаю. Это нет, я тебе сейчас отрежу, от счета отрежу. Так нельзя. Не, где православие-то ночевало в этом деле? А? Вот. В ней, где православие находилось в этот момент, когда она такое говорила? Там не написано, но главное, что умерли они в один день. Слава тебе. Умерли в один день. Скорее всего, она это колодонная. Ромей Джульниш. Я говорю, что это хорошо, что ли? Умерли в один день, это совсем нехорошо. Ну, смотри, Чехов умер, а у него жена, она еще живет 44 года. Она ставит спектакль, знает. Рассказывает о нем. У Достоевского, смотри, как она у него. Сытникова, Анна Григорьевна одна осталась. И она была как машина по перечетке его произведения. Солженицына. Солженицына, Наталья Дмитриевна. Нет же разница в возрасте, уго-го какая. В дочери годятся они с вами. А там тоже самое. Нет же разница в возрасте огромная была. Да там тоже была разница. Там они остались не в один день. Там тоже разница была. Ну, не в 25 лет. Ну, пускай не в 25, но была. Это не первая жена. Ну, главное, что в один день. И не в довесу. Нет, в один день это ничего хорошего нет. Это вообще в один день. А мне говорят, а ты в один день знаешь, что скотина дохнет как? А у нас по Теряевке был один, он бригадир. Ну, тогда же я не знаю, какая жизнь, но выпивать любил он. И вот он умирает, а у него никого не было. Ни жены, дети куда-то делятся. И только был козленок один, козленок и собащенка. И как только он умер, козленок подошел, ему руку поцеловал и сдох. Так, собачка зашла и в этот же день сдохла. Так, поехали. Поехали. А интересно было. Тараканы подохли, нет? Матфея, 23 глава, 16, 22 стих. Горе вам, а нет, извините, 15. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном геенны, вдвое худшим вас. Толкование. Блаженный Фетилат. Вы развращаете, говорит Господь, не только иудеев, но и людей, обращающихся от идолопоклонства к иудейской вере. Их-то и называют пришельцами. Вы стараетесь кого-нибудь обратить к иудейской жизни и обрезанию, а когда он делается иудеем, то гибнет, разращаясь от вашего нечестия. Сын же геенны тот, кто совершает дела, за которые он достоин сожжения в геенне. Ну, что можно сказать о нашем сегодняшнем православии? У нас даже не ищут, люди сами приходят в церковь. А туда приходят как в погибель. Все, сразу же, тут же их захлапывает ложь сплошная, лицемерие. Говорят одно, церковь, церковь, где можно истину, правду найти? Только в церкви. А вот этот фильм-то есть, «Россия молодая». Смотрели? И там очень много рассказывается о Белозерском монастыре, на севере. Это не там, где Путин приехал когда? Белозерский? Нет, где название фильма-то. Нет, «Россия молодая», где Петр-то корабли начал строить. И там показывают, что у церкви, у этого монастыря, кто остается без налогообложения? Монастыри, монахи, люди рыбачат, рыбаки там, землепашцы, все должны вокруг этим купцам зажиточным, воеводе, все должны. Один монастырь, и монастырь что делает? Выкупает все долги у всех, и платит этому воеводе, ну, деньгами или молитвами, не знаю. А эти все становятся крепостными этого монастыря, и работают на монастырь. Провинился? Казематы, казематы, монахи хватают в казематы, так сейчас все. Что такое? Откуда это взялось все? Скажите мне, это не лицемерие ли? И тут же молятся обо всем там, освещают корабли, вот этот, Владыкова освещает, осветить древо сие, корабли освещают как дерево какое-то, обошли корабль, освятили, все. И тут же люди эти стоят крепостные, кто в кандалах, кто как. И чем должно было все это закончиться, и лицемерие у нас? Это я, правило, говорю про Россию, матушку. Так эти крепостные, уже не было крепостного права в 1861 году. Крепостное право отменили в 1861 году. Знаете это. А крепостные в монастырях оставались до 1917 года. Понятно? Вот такие вот коллизии. И никто ничего не знает. Тишь да бладь, да Божья благодать. Хорошо нам. Деревник людей, крестьян, которые были слугами, рабами у монастырей. Это что, не лицемерие? Ну что мы будем об иудеях тут говорить-то? Пошли дальше. Только и остается. Все равно ничего не сделаем больше. Главное, Евангелие прятали. Почти тысячи лет в России. Вообще никто не знал. Ужас. Как это так? Как так? Так самое главное, кто у власти-то был тогда? У власти-то кто был, если они прятали Евангелие, руководство по благочестивой жизни? Кто был тогда у власти? Одни Сталины? Сталин просто не лицемерил, делал, как он есть. У него образование было у Сталина. Он учился в семинаре. Да, это образование. Он знал, что, когда церковь рушил, что он делает. Он-то понимал. Матфея 23, глава 16, 22 стихи. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Так же, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Живущим, сидящим с большой буквой. И престол Божий с большой буквой идет. То есть, живущий, это значит Господь, кто в храме. Толкование, блаженый Петлог. Это вопрос, вопрос, вот живущий в нем. Так Бог живет в храме или нет? Ну, как же, конечно. Чей это храм? Господь, говорит, не требует рукотворения нашего храма. 17.24 Деяния апостолов прямо отвергает это. Храмы Богу не нужны. А тут, говорит, живущий в нем. Ну, вот тут и дело. И когда Исаиас спрашивает, где Бог находится? Он говорит, на высоте небесной, в освятилище и с сокрушенным сердцем. Вот стектанты признают первое и последнее, а с середины выбрасывают. Я говорю, а святилище, что такое? Это храм. И написано, он там живет. Так живет или не живет? Согласно Библии, живет и в то же время этого не требует. Понимаешь, это все надо совместить, и то, и другое принять, и то, и другое верным назвать, и в то же время, чтобы не было противоречия. Вот как его надо знать, Писание. Что там заложено за этим словом? А помните, это вторая, третья Маковейская, когда Епифам-то хотел войти? Да. И какие там устроили? Там там девицы все выскочили. Не бунт это, а как сказать? Паника? Не паника. Как сказать-то, что это? Возмущение народное было. Какое? И весь народ арестовали. Весь народ. За то, что он хотел войти в храм. Так там его еще ангелы избили, когда он вошел все-таки. Вернее, он шаг сделал и в этот момент получил по полной программе. Илеадор пострадал, да. А потом дальше какое чудо было. Как он все забывал, откладывал целую неделю убийства всех евреев. Стадион был специальный, слонов поили там. И потом, как все чудесно закончилось. Когда Господь ему открыл глаза, он смотрит и говорит, а что здесь мой верный народ тут делает в таком виде? А они там все уже им ни есть, ни пить не давали. Не издевались. Они кричат там, дети плачут. Он всех наказал. А вокруг все радуются его друзья, что он их убивать собирается. Ну, попортил он им жизнь, конечно. Да, ну и мы ждем этого чуда постоянно. А для нас чудо даже, вот приехал шахматов, я думаю, а вось Господь может сделать, обратиться человек. Потом посмотрел, смотрю, нет, не дано. Я ему вот как раз, когда тут сидели, я ему сказал, понимаешь, ты не избранный. Я вот смотрю на тебя, у тебя нет избранничества. Ты любопытный, и тебе нужны лайки. Все, больше тебе ничего не надо. Чтобы лаяли тебе, подлаивали, подтяпкивали. И любопытство. Больше ничего. Но есть такие люди, любопытные, не любознательные, а любопытные. Это очень плохо. А вот храм, это тело Христово. И что? Вот тело Христово. Ну, допустим, глумящееся нам... Тело Христово это храм. Ну, пускай, пускай что-нибудь скажут. Не написано, что тело Христово это храм. Подожди, пускай скажут, что вы хотите дальше. Нет, церковь это тело Христово. Наконец-то, да, Это правильно. Церковь это тело Христово. Это мы живущие там. А тело наше... Президент тоже можно сказать. Храм для Бога. Да, храм для Бога. Для Бога Святого. Вот, да. Ну, и Христос, ну, Бог там живет. В храме, как сейчас ты прочитал. Он живет. Почему? Потому что он сам есть. Ну, церковь. Вот это и есть, что он там живет по этой причине. Не то, что как бы он это. Это его место обитания. Подождите, вы это, начинайте с... Вы начинаете вот с мелкого. Вы начните с Верхового Завета, для начала. Строили жертвенники. Для кого строили жертвенники? И Господь принял эти жертвенники. Принял. И прямо написано в Библии, что... Вот... Обведи сзади, вокруг сами, чтобы... Что... На ком это было? На ком даже? Был принят жертвенник. Дальше там... Ной. Опять жертвенник строят, Господу Богу. А потом вдруг, ни с того ни с сего, Давид очень любил Господа. И Господь его любил. И Давид, построю я тебе дом, Господи. А Господь говорит, нет, ты не построишь. Ты не построишь. Построит твой сын. А ты много крови пролил. Ты воинственный человек. Я хочу, чтобы сын построил. Сын построил храм. И осветил его. И Господь был в этом храме. Написано, Господь прям был в этом храме. Все. И там, и дальше. Что нам теперь дальше-то придумывать уже? Написано, живущий. А почему бы это сегодня не применить так? Александр, ты не можешь быть канонизирован. Много крови пролил. Сушаков не может быть канонизирован. Нет, конечно. Потому что храмы в честь его много крови пролил. Ну, он завете-то еще легче, это нет? Да, конечно. Бетхозаветные все спихнули, как будто бы его не было. Это образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. Первый хоринфм 10, 6, 11. Просто и понятно. Ну, это лицемерие церкви. Ну, не церкви даже, какой церкви, что я говорю. Лицемерие тех людей в клобуках, которые сидят, как бы, во главе церкви сейчас. И все. Ни одного, после Филиппа-то, никого не было истинного патриарха. Если канонизировать, это на небе надо быть, чтобы на небе какое-то там собрание было, какое-то военное министерство, или как сказать, и тебе сказали, так, ну, Ушакова мы забираем, канонизируете теперь. Видите, все это наобум. Государство сказало, нужен какой-то военный святой в честь его. Да, Вот говорят, ХДС, это ХХС, Храм Христа Спасителя. А ведь он построен-то тоже в честь Наполеоновской войны. Да, 12-го года. 47 лет строили. Понятно, это там, если победа была, убивали людей, тут нужно что-то построить такое, чтобы человек только, вот как бывает, иконы несут, а люди на корячке становятся, над ними это все несут, такое поприще. Вот что-то такое надо, чтобы к покаянию прийти. А он Наполеон, да он уже ушел, его уже не было, Москву-то не отвоевывали. Они все ушли, передохли, как мухи. Гитлер-то послал сюда людей, это никак, до 4-х месяцев воевать не думали, ни лыжи не дали, ни тулупы, как с партизами они бывают, то есть совершенно не подготовлен, он, ну какие это такие, ну, мы-то говорим о вечном, можно было сказать, а как перед Богом, ни одного генерала не было, чтобы сказал, вот так, этот Ребентроп тоже будет повешенный, по порядку. А был один, а его прямо из зала сюда отпустили. А одного вообще даже не стали арестовывать. А советские голосовали за того и за другой смертной казни. Их кровожадными назвали. Не разбирали, все, кто попался, всех казнить. А этого кого, крупно, ну как его казнить, он, у него 4-й степени рак, он даже не встает. Вот принесли бы на носилках и задавили. Да, и задавили нам. Вот как Серафим Щичагов. Митрополит Санкт-Петербург в советское время отошел, все, уже 73 года на покой. Из дома, на постели привезли туда, засчитали приговор, застреляли. Понимаешь, это никому ничего уже нельзя было поправить, еще подправить, когда он еще против них говорит. Нет. Это вот кровожадная, змеиная, драконовская власть. Вот все только на крови. А один там в это время, где-то он что-то говорил. А в это время он был в Персии, где-то министр иностранных дел. Он ни одного дня не было здесь в Германии, когда война началась. Его за что казнить-то? Ну, вот это... А советский все равно казнить. Там Руденко свирепствовал. Так это Игнатьев. Большинский там... Антонова. Вспомните, Тамбов-то. Ну, еще бы. Антонов. Оказывается, милиционер был. Он был милиционер. Ну, там, командир отделения и все. И он был, ну, прокоммунистически настроенный человек. Но когда пришли войска Тухачевского, еще не успели, как следует, с белыми покончить. Зашли в Тамбов и в лесах, ну, там, крестьяне поднялись, их обворовывали. И они поднялись, там, отряд ушел. И войска зашли и начали стрелять снарядами химическими. И там такое возмущение у всех поднялось. Там все, кто мог, поднялись. Там 80 тысяч человек войска было. Его бы только организовать. Представляете, что там творилось? Всех повыбили. Что? Это что за руководители такие были? Там. Нельзя было с крестьянами договориться, что ли? Если все, в ваших руках? Нет, все забрать, все почистую. Дети пухнут. Детей-то у всех было, нет, как у нас сейчас, по 2-3 человека. Или по одному. По 3-3. По 3 уже, да, загнул. А детей-то было по 10, по 12 человек. Как кормить-то родителям? Все поизранены пришли с фронтов с этих. Это кровожадней нету. Никого не переубеждали, никого не было. А у него был сын у белых. Ну, был сын-то. Так, пора поздравить. Вон, кадет их направили туда, а у них даже стрелять не пришлось. Отца арестовали, обоих сыновей. Правда, с милостью велись. Говорят, кого первого расстрелять? Тебя или сыновей? Это уже мило считается. Отец говорит, конечно, сына, я и сначала. А почему? Чтобы, видя мою смерть, они не поколебались. Какой ответ-то? По нашему, если сказать, лучше сначала меня, но я герой. А он говорит, нет, на себя, молоденькие мальчишки расстреляли тогда его. Расстреляли. И при этом никакой нужды нету. Николая Гумилева поэта расстреляли. Он что-то сделал? Нет, Ана Ахматова там его? Ничего не делал. Одно только недоносительство. Кто-то ему предложил в офицерскую группу. Он говорит, я все равно с вами не пойду. Я не принимаю эту власть. Так и Блох-то потом от них отшатнулся. Да, да Камаяковский тоже из-за этого застрелился. Понимаешь, и в эту власть вот этот Даренко разбился. И он в 92-м, что ли, вступил КПРФ. Когда уже власти никакой нету. Когда разбойник, и он в них вот разбился на День Победы. Многое говорят о том, что его подстроили, убили. Я стал все рассмотреть, у него какое-то выступление было. Я не досмотрел еще против Путина. Путина затронули, человека уже нету. Я просто перечисляю. Левашов, Николай, там начал говорить в четырех академиях. Академиях у него, кажется, один глаз больной был. И все. Энергия небесная поразила его. Это Путин, КГБшник, энергия небес. Да. Генерал Детров раз за разом начал говорить. Тут же раз и погибает. Я перечисляю немцов. Еще самая странная болезнь была. Главный адвокат и юрист у КПР Пузюганова Илюхин прямо поднял вопрос под суд отдать Путина. Только начал он и сразу и помер. Еще случилось, никто, ни один врач не определяет. Ни женой, нигде не болел, никогда не на счет не жаловался. Все. Я их называю сколько немцов. Еще удернуло. Иван Геннадьевич, а вы не слышали? Ярозовский суд задавили где-то и нету. То есть два варианта. Одно, что у него есть люди, которые смотрят, а другое дело, сам Господь вмешивается. Лучше-то кого избрать-то? Эти, а ты бы не хотел, чтобы другие? Конечно нет. Эти уже нахватали, уже меньше грибут. А теперь те с нуля-то они начнут опять грабить. А эти уже в основном-то нахапали. Так что взять не надо. Это последние не смотрели, там юмористы есть. Кто? Юмористы. Ну, юмор. Ну, сейчас же Зеленский, он же юморист как раз. И причем в России был там и фильм там снял, как он президент в 15-м году. Прямо сегодня. И это, юмористы придумали теперь про Россию. Приходит один юморист, известный, такой там парень этот, этот, Харламов. Задорно. Харламов такой, Харламов есть, молодой. И, как бы, Владимир Владимирович, это, я вот хочу вам вопрос задать. Ну, и там сидит такой на Путина похожий, ну, давай, задавай, можно? Да, конечно, задавай. Вот, Зеленский, он же, это, юморист? Ну, да, юморист. И сейчас президентом стал. Ну, конечно, стал, да. А, как думаете, вот, я же тоже юморист? Ну, да, ты известный, да, я тебя, слышишь, видел ты там, как Миша. Так я 15 лет уже как в КВН там играю, там все. Так я Зеленского, говорит, обыгрывал два раза даже. Я, да, чем хуже? Я тоже хочу быть президентом. Ну, и, пожалуйста, давай, становись. Он такой, Владимир Владимирович, да нет, я хотел у вас разрешение спросить. Вы еще на сколько лет будете? А я уж тогда после вас. Можно? Нет, ему никак нельзя. Он говорит, уже второй срок. И Путина спросили, а будете еще? Он говорит, закон не разрешает, а второе, мне уже 60 тысяч рублей будет. Да уже, конечно, отдыхать надо. На галерах раб. 63 уже ему. Ну, он говорил, еще если будет. То есть еще 5 лет и там уже 7 под 70 куда? Или близко 60. Ну, всяком случае уже. Нет, нет, ему 63. А Рейгана какого избрали? 73, кажется, было ему. Да. 52-го, или 53-го выразили. Дело не в возрасте. Так что, наши с тобой еще. Я сошел в 12. И у нас все впереди. На один-на-дин-да важнее согласился. Президентом быть, да вы что, это надо с ума снять. во сне вижу. Каждую ночь. То ли зовет к себе. Кто, кого видите? Маму, маму. Соскучились просто. И все-то, еще-то, и главное, в каждом кино, в кино, в каждом фильме я в карман вот этот лезу и достаю подавать эти визитки. Познакомиться, визитки я ему даю. Ну, полезу, как визитки, ничего на них нету, там, какие-то картинки. Но я же переодевался, никто не в рубахе. Я тогда на ночь спать ложусь, я сразу в карман кладу. Как положу, больше не снится. А мне не снится. Я спал, и у меня были визитки с собой, и чтобы кто-то просил, никак, ни разу не было. Как только переоденусь, на ночьюшку надену. Я тогда в нее положил, сейчас все. А мама с интернетом не была еще знакома, да? Мама с интернетом еще не была? Не было его тогда. Не было тогда, да еще? Сотовых даже не было. Надо же так. Она прям, даже сотовых еще не было. Она как раз вот перед, перед самым этим вот техническим прогрессом. На визитки-то. А я говорю, такие книги, там все вы найдете. Ну, все рассказываю, как будто так и есть. А тут в огороде так картошку садил на днях, и, видимо, маленькая спать охота. Я почти проспал. Уже в четвертом часу встал. Пол четвертого было, для меня это поздно. Ну, ладно, думаю. И что интересно, кошка никогда не подходит тихо. А тут прыгнул прям ко мне к голове и торчит на меня. Я проспал. Я тогда встал, погладил. Ну, это кошка. Никогда не было. Один раз, за все время, Володя, кошка первый раз ко мне подошла. Так потому, что вы проспали, она привыкла, что вы уже годы стоите. Она же чувствует. Ну, конечно. Она будет тревожить детям. Хм, сказать, у меня кошка рыжая. До того интеллигента такие люди не бывают. Ну, настолько она аккуратная. Если у нее отбирает, она даже не пошевелится. Вот прыгнула, а тут у меня пипитер. На пипитер клавиатура никогда не наступит. Аккуратненько, с той стороны, теперь с этой. И на меня смотрит, ну ладно, я говорю, с утра ты мыльешься, давай сюда. Тогда потихонечку сойдет, чтобы я ее поцарапал здесь, вот здесь. Все вас любят. Кошка, и скажи ты, ну, интеллигент, интеллигент. Там Палю на счет отбирает все где-то. Она сразу, в ней изо рта вытащили, она сядет и сидит, когда не наедятся, тогда подойдет. Вот что-то же есть такое. Я говорю, наверное, ты уже состарилась. Она уже в годах у меня пенсионерка. А что раньше другая была? Она сейчас сидит в стол, пипитер перешагнула ко мне и смотрит на меня. Я говорю, мне сегодня некогда. Некогда совсем. Она легла и лежит. И тут же на столе у меня легла, я вечером ушел, она так и спит, околовняк, околовняк, головой. Со стола не уходит. Вот животное. Утешение охраняет Господь. Так, давайте толкование блаженного Хакилакха на 16-22 стихи. Горе вам, вожди слепые. Они не учили тому, чему должно учить и, предпочитая менее важное, ставили на втором месте то, что более достойно почитания. Так они предпочитали самому храму злато церковное, ну, так сказать-то легко в карманах, херувимов и золотую стамну. Стамна. Это сосуд? Сосуд стамна. Вследствие этого они многим внушали, что ничего не значит поклясться храмом, но нужно клясться златом церковным, которое, между тем, оттого и досточтима, что принадлежит храму. И дары, положенные на жертвенник, по словам фарисеев, были досточтимы самого жертвенника. Отсего, по учению фарисеев, тот, кто клялся золотым сосудом или валом или овцой, назначенными для жертвы, а потом нарушал кляпу, тот присуждался представить в храм то, чем он клялся. Дарыни предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой от жертв. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, то, так как он не мог ничего создать подобного храму, разрешался от клятвы. Посему клятва, ну, то есть прощание, посему клятва храмом становилась незначительной по причине любостяжания фарисейского, как это, клянусь сердцем матери, да? В Ветхом Завете Христос не позволяет считать дар более алтаря, а у нас алтарь светится от даров, ибо по божественной благодати хлебы прилагаются в самое тело Господне, потому и освящается ими жертвенник. В Ветхом же Завете мясо и кровь животных возлагались на жертвенник, и освящение их зависело от жертвенника. Вот. А Златоуст говорит, не клясться никак, а у нас священники дают клятву. Она такая, конечно, немножко там странная, ну, прям написано клятва священника, и священник клянется. Что будет делать, что не будет. Откуда это повелось, как Златоуста забыли, да и вообще, как Слово Божие забыли. Об этом нужно бы и говорить постоянно патриарху, чтобы вспомнили. А теперь не знаем, как все пропало, об этом никто не говорит, и, естественно, оно никогда не появится, пропавшее уже, потому что оно никому не нужно. Путин клянуется на Конституции, тоже тянется. Ну, ладно, Путин на Конституции, Бог с ним, как говорится. Но в Раде Петрушенко на Библии клялся. На Библии клянутся уже люди, спокойно. Вон, в Америке на Библии клянутся, в других странах на Библии клянутся. Это же хуже намного, чем на Конституции. Конституция, ладно, ты что-то не исполнил, человеческая. А на Библии это клясться, как можно? Что исполню всю Библию, клянусь, сделаю дороги так, что они будут золотом сиять или что, вечно. Вот это самое интересное. Как можно руку ложить и клясться на Библии? Там столько всего написано. Откуда эта дуль пошла, тоже непонятно. Потому что Бога не знает и все. Да, От глупости и невежества. Господь говорит, потому и пойдут своими путями и в страхе погибнут. Я не знаю, Сергей говорит. Еще 13 минут. Очищи футбол, твой. Так, задавайте вопросы, у кого есть. Зачем? Пока не поздно. Хоть один бы вопрос задавали. Ну, хоть один бы кто-то. Вы тогда свои художества забирайте, чтобы на столе не оставляете. Не так сказали. Чьи, чьи, бухающих. Так, ну что, давайте молимся тогда. Ангелом обеяши благодать нечистая Дева разуйся и покинь и радуйся. Твой сын воскресе при неделе на гробах и мертвые раздельные люди веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим и слава Бога Господня на тебе воссия. Рекунь не веселись о Сионе, ты же чистая красусь Богородице, о восстании Рождества Твоего. Молитесь, Сергей Тимович, благословите нас. Кто? Вы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот один и воскресный день, за милости, которые оказал нам. Благослови нас участвовать в этой молитве, чтобы она дошла до престола благодати Твоей. Найди наших родных и близких, и даруй духовное рождение свыше, патриархам, епископам, священникам и пасте. Мужчина, каждый день считать последним в нашей жизни, дабы не согрешать нам ни языком, ни делом. И место себе захрани, сохрани и защити. И расположение местного митрополита сохрани. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, и Святой Дух. Аминь. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву и воздяни рук как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле, Божий всемогущий. Услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех заповедовавших нам молиться о них, спаси их и помилуй Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай Тороб Твой. Аминь. Вот сказать, 20 вроде немного, вот она моложе меня в 20 раз. 4 года. Вниматься. Так, что ты говоришь, вы там уберите. Пошли, молодая. Раз это не надо. Ну, ну. Спасибо.